Радикулит Сильно очень. Сначала спина, потом на следующий день на ноги ушло. Пальца не мели. Мне вчера сделали операцию. Через неделю, уверяют врачи, Дильбар сможет даже бегать. А причина мучений пациентки была в радикулите и его осложнение в виде грыжи. Радикулит – это воспаление корешка спинного мозга. И в зависимости от уровня воспаления, это может быть и шейного, и грудного, и плесеничного отдела позвоночника, будет соответствующая симптоматика. Главный признак радикулита – острые боли в пояснице, шее или грудном отделе позвоночника. Причем боль усиливается при наклонах, скручивании, кашле и даже смехе. Это может быть и сидячий образ жизни обычного людей, кто сидит много за компьютером, жалуется на боли. Как правило, в поясничном отделе позвоночника. Это спортсмены, которые профессионально занимаются спортом. Это люди, поднимающие часто большие тяжести. Ну и есть небольшой процент пациентов, у которых боли в спине могут вызываться различными инфекциями, воспалениями. Что же делать? Если болезнь не успела сильно развиться, помогут специальный массаж, гимнастика и медикаменты. Желательно, если бы человек ходил на плавание. Потому что плавание, оно очень хорошо сказывается на позвоночнике. Там задействуются все группы мышц. Есть различные упражнения. Вот одно из эффективных упражнений при радикулите – расслабляющие мышцы. Ваша задача – на счет раз поднять ногу вверх, удержать 2-3 секунды, опустить. Поднять вверх, носочек тянем, опустить. Теперь можно тот же самый вариант. Ножку пригнуть и прижать к себе. Коленки к бедру прижать. Вот таким образом. Нет, нет, это прямая ножка. И вот так вот вместе. Раз. И сжимаем. Притягиваем их. Притягиваем, притягиваем, притягиваем. Хорошо. Если не можете сразу, делайте постепенно. Сейчас разработаны целые комплексы специальных упражнений. Совсем другое дело, если боль нестерпима и требуется оперативное вмешательство. Если надобности в операции нет, нет четкого сдавления корешков спинного мозга, в этом случае применяется консервативная терапия. Она включает в себя массаж, физиолечение, электрофорез, магнитотерапия, различные лучи, которые снимают эти явления, и человек чувствует себя неплохо. И что же касается хирургического лечения, это хирургическое, сейчас малоинвазивное удаление грыжевого компонента, который давит на крышочки. В любом случае, народные средства и самостоятельное лечение радикулита противопоказано. Лучше проконсультироваться у доктора, чем у деревенского знахаря. Так. Лежи. Снимай, снимай скорее, в пешка закипает. Для тебя, дурак, стараюсь. И должно закипать. Снимай скорее. Поднялся ведь? Бегаешь? Я вас, дураков, бесплатно лечу.